В Еврейском календаре Это такие как Ханука, а также такие как Пури. И существуют еще другие праздники. Что мы вспоминаем? Мы вспоминаем чудеса, мы вспоминаем события, мы вспоминаем Божие действия в наших жизнях, в жизнях нашего народа. И вы знаете, что это очень здорово, потому что вспоминая, мы снова и снова переживаем чудеса. Мы снова и снова возвращаемся к событиям того времени. И Тора говорит нам, например, когда мы празднуем праздник Песах, о том, что когда ты будешь рассказывать об истории исхода, ты сам будешь как переживать ее, ты снова будешь проходить этот исход, ты снова будешь возвращаться к этим событиям. Итак, в Новом Завете, в Брит Хадаша, мы читаем, что было событие, была зима. Это написано в Иоанна 10 главе 22 стихе. Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления, и была зима. Мы читаем о том, что Ишуа, он пришел в храм со своими учениками. Этот праздник праздновали во времена Ишуа. Этот праздник праздновал Ишуа. И нигде не написано, что во время Хануки нужно приносить какие-то особенные жертвоприношения. Нигде не написано, что нужно что-то такое, вот знаете, очень-очень-очень особенное сделать. Тем не менее, существуют определенные традиции, которые позволяют нам помнить. И этот светильник, который зажжен сегодня, это один из символов, который напоминает нам о божественном чуде. И если вы хотите узнать такую детальную историю этого праздника, вы можете почитать ее в книге Маковеев. Возможно, у вас есть дома такая Библия, которая называется «Неканоническая». В ней находятся эти книги. Вы можете прочитать о том, что там происходило более детально. Если же говорить вкратце, мы сейчас с вами коснемся вкратце, то ситуация выглядела следующим образом. После того, как еврейский народ был возвращен Богом из Вавилона, плен был, помните, да, друзья, все было достаточно сложно. Иерусалим был разрушен, стена была разрушена, и Неемия, Ездра, они очень подробно описывают восстановление. Еврейский народ, он не был сильным, не был большим народом, потому что далеко-далеко не все евреи вернулись из плена. Тем не менее, прошло примерно 100 лет, и в мире появился очень известный полководец, которого звали Александр Македонский. Мы помним все истории в школе, которую мы учили, да, что Александр Македонский завоевал на тот момент почти все, что мог. Весь известный мир, который был, прошел до Индии и так далее, и так далее. Империя, которую он построил, была могущественна. Но после смерти Александра, всю эту империю разделили 4 его полководца. Каждый взял себе определенный кусочек. И земля, на которой находился Израиль, оказалась под властью такого человека, известного нам как Антиох, 4-й Эпифан. Вот так он себя назвал, Эпифан или Великолепный. Ну, вы понимаете, да, что были разные короли. Кто-то назывался там Генрих Кривой, Генрих такой. Этот был Великолепный. И он очень себя любил. Настолько он восхищался собой, он был греком, что, знаете, статуи делали. Это было вообще в том духе того времени. И, как правило, всякий император, у которого второе имя было великолепное или чудесное, или солнце там, какой-то там, он любил, когда ему поклонялись. Поэтому статуи стояли по разным городам Израиля. И был дан приказ, нужно поклоняться именно этой статуе. И он поставил также в Иерусалиме, он принес вместе со своей культурой, со своим мышлением, принес греческую культуру. Он поставил в Иерусалимском храме статую Зевса. Он осквернил храм, принося на жертвенники свинью. То есть, это сделано было осознанно. Мы понимаем, что все завоеватели, которые приходили для того, чтобы окончательно и безоговорочно отрезать путь к восстановлению, отрезать путь к сопротивлению, они делали какие-то жуткие вещи, для того, чтобы народ, он пришел в состояние ужаса, безысходности. И если в тот момент ничего не происходило, то с таким народом можно было делать что угодно. И именно таким путем пошел Эпифан. И мы должны понимать, что для еврейского общества храм от того времени являлся центральным местом. Место, куда нужно было прийти три раза в год для того, чтобы поклониться Господу. Место, где можно было получить очищение от своих грехов. Представьте, то есть, вы понимаете, что нет другого пути, вам нужно прийти в храм. Но придя в храм, вы понимали, что вы не могли служить Богу так, как того ожидал от вас Бог. Вы не могли просто так принести жертву, вы не могли просто так служить священники, которые находились там. Это было очень сильным давлением. Более того, по всей стране он запретил изучать Тору, он запретил обрезывать младенцев. Он запретил определенные выражения еврейства, еврейской жизни для того, чтобы народ был парализован. Для того, чтобы народ забывал о своих корнях, забывал о своем призвании и предназначении от Бога. И вы знаете, казалось бы, если приходит такая беда, такое горе в страну, Скорее всего, нужно всем встать, собрать войско, собрать какие-то отряды и воевать. Но не так все было просто. Потому что греки, придя в культуру евреев, они пришли как те, кто имеют нечто великое. Те, как нация, которая прогрессивна, которая может обогатить этих отсталых евреев. И среди еврейского населения начали появляться люди, известные как эллинисты. То есть это были евреи, которые следовали обычаям и традициям греческой культуры. Иными словами, не все были в ужасе от того, что греки начали приходить. Не все были в ужасе от всех тех учений, которые принесла с собой греческая культура. Очень интересно, если вы посмотрите на карту Израиля того времени, вы увидите, что там были так называемые десятиградия. И вы можете читать в Новом Завете, что Ишо он пошел в пределы городов десятиградия. Может быть мы не отдавали себе отчет, что это за города. Так вот, тактику, которую использовали греки, была следующая. Они строили города. Такие небольшие греческие культурные центры. И они приглашали евреев к себе на форумы. Приглашали для общения. Приглашали для того, чтобы показать величие греческой культуры. И многие евреи, которые были любознательны, которые интересовались различными науками, интересовались прогрессом и так далее, потому что на тот момент это был именно прогресс. Это была высокоразвитая греческая культура. Они приходили, начинали общаться и говорили, ну послушайте, вот действительно у них есть философы. Вы видите, что они не темные люди. Они не живут в каких-то таких мракобесных рамках иудаизма. Они современные. Они именно продвинутые. И это намного лучше. Посмотрите на мир шире. Посмотрите, насколько можно расширить свой кругозор, если ты начинаешь интересоваться философией тех, других, третьих и так далее. Именно так люди становились эллинистами. То есть теми, кто следовал за греческой культурой, теми, кто следовал и выбирал осознанно, подчинял свою жизнь обычаям грекам, богам грекам и так далее, и так далее. Вы знаете, когда-то один человек рассказывал, один охотник рассказывал, я вспомнил такую историю, как охотились они в каких-то лесах на очень дивное животное. То ли это была косуля, то ли это какой-то, скажем так, зверь. И охотник говорил, что я очень профессиональный охотник, но именно вот этого зверя я никак не мог словить. Он постоянно от меня уходил. И однажды я понял, как мне нужно его словить. Я увидел, что этот зверь приходит пастись на одну и ту же поляну. В разное время, но он приходит туда пастись. И я пришел однажды туда и забил один кол. Просто кол. И ушел. Я не охотился, я не ждал, я не ставил капканы. На следующий день, когда я пришел, я забил второй кол через 2-3 метра. Потом еще два. Потом я соединил два из них перекладиной. Потом еще несколько перекладин. У меня ушло несколько месяцев на то, чтобы построить ограду. И каждый день, когда я приходил, я видел, что это животное, оно приходило туда пастись. Но оно привыкало день за днем к каждому вот этому колышку, к каждой этой перекладине. И до конца, до того последнего момента, когда я закрыл его там, потому что оно само туда зашло, оно верило, что оно находится в свободе. Это тактика, которую использовал сатана, которую использует сатана, враг душ человеческих для того, чтобы уловлять. Мы можем иметь определенную иллюзию свободы от идола, от поклонения чему-то нечистому, но он приходит в жизнь людей, и он ставит эти ограды день за днем, день за днем, день за днем. И то, что для тебя было чуждым и невозможным буквально месяц назад, становится нормой и обычаем уже сегодня. То же самое делали греки. Они насаждали день за днем свою культуру и свои традиции. Они приносили ее, они делали это частью жизни народа, они делали это частью мышления народа. То, что приводило в согласие с этим чуждым, то, что приводило Израиль к согласию с тем, что происходило вокруг. И однажды, и очень интересно, что именно эти еленисты, то есть евреи, которые служили греческим культурным и моральным ценностям, они были основными проповедниками греческой культуры. Именно эти еленисты, они приходили к своим братьям, которые были знакомы им с детства, и они говорили о преимуществах. То есть греки, они могли ничего не делать, они могли просто жить. И другие приходили и говорили, вы знаете, как там здорово. Вот если мы станем как греки, это будет прекрасное общество. Мы будем свободны от всякого рабства, от всякого ментального такого вот пут, который нас сдерживает. Итак, в то время в маленьком селении Мадин, которое находится недалеко от Иерусалима, в 50 километрах, жила одна семья, был старый священник по имени Матитягу Хасмоней. И у него было пятеро сыновей, которых звали Йоханан, Шимон, Ягуда, Элиезер и Йонатан. И однажды в селение, в этот Мадин, пришли греческие солдаты, принесли статую Зевса и предложили народу поклониться этой статуе. В ответ было призвание к восстанию. Матафия уничтожает этих солдат, все селение собирается и уходит в горы. То есть вспыхнул мятеж, вспыхнуло восстание. И скоро эта горстка совершенно слабых, неподготовленных людей, чтобы мы понимали, это были просто селяне, грубо так говоря, которые не имели какого-то специального вооружения или военного вообще мышления, стратегического мышления. Они, уйдя в горы, скрывшись в пещерах, начали собирать вокруг себя людей, которые не были согласны, начали собирать повстанцев. И через год после начала восстания Матитяху умер. И предводителем этого восстания стал Ягуда, его сын, которого еще в народе называли Молот. И через три года Игуда, Маккаби или Молот, он полностью разрушил греческих оккупантов. То есть три года длилась эта партизанская война. И через три года, это было примерно в 164 году до нашей эры, они вступили в Иерусалим. Они заняли храм, который на тот момент был обесчищен, множество вещей было разрушено, там не было священных предметов в храме, они начали делать ремонт. И после того, как все было восстановлено, все было поставлено, они внесли священные атрибутики, различные вещи, которые необходимы для жертвоприношений. И когда они захотели зажечь минору, семисвечник, который стоял в храме, они увидели, что масло есть только на один день. Но они решили все равно его зажечь. Они залили это специально приготовленное масло, лампады, и было чудо, чудо Хануки. Масло горело 8 дней. Это было удивительно для всего еврейского народа. Именно столько времени необходимо было для того, чтобы приготовить новое масло. То масло, которое должно было именно гореть конкретно в этом светильнике. Итак, именно в память о этой славной победе мы зажигаем минору, вернее, Ханукию. Ханукия состоит из девяти свечей. Восемь дней праздника и одна свеча, которая называется шамаш или слуга. Свеча, от которой зажигаются все остальные свечи. Поэтому принято праздновать, принято кушать различные блюда, которые принято кушать, пончики с повидлом, для того, чтобы радоваться, вспоминать этот праздник, вспоминать об этой победе. И вы знаете, рассматривая события, которые предшествовали Хануке и сам этот праздник сегодня, мы можем извечь для себя очень важные уроки. Потому что, друзья, время, в которое мы сейчас с вами живем, оно предлагает очень много для нас искушений. Точно так же, как греки когда-то предлагали. Следуйте вот такому мышлению, и вы будете прогрессивны. Следуйте вот такому, и вы получите вот это и вот это. Будьте вот такими. И так далее, и так далее, и так далее. Сатана, мрак наших душ, он по-прежнему забивает колышки вокруг каждого из нас, желая увлечь в свою волю. Желая, чтобы мы поклонялись тем вещам, которые не угодны Богу. Но, вы знаете, друзья, если мы внимательно посмотрим на Божий Кероев, который мы видим в Библии, то мы увидим, что очень много есть в Писании примеров того, как победа давалась народу Божьему не воинством и не силою, но именем Господа. Итак, я хотел бы прочитать несколько отрывков из Писания. И вспомнить сегодня о таком человеке, которого называли Гидеон. Он был судья Израиля. И однажды Господь обратился к нему в достаточно сложное для Израиля время, когда также враги израильского народа, они притесняли страну. И Бог сказал ему, что он через Гидеона, человека, который прятался, человека, который не считал себя достойным или вообще каким-либо героем, что он освободит Израиль. И вокруг Гидеона собралось достаточно большое количество людей. Но Бог обращается к нему и говорит следующее. Это судьи 7 глава со 2 по 7 стих. И сказал Господь Гидеону, народу с тобой слишком много. Не могу я предать мадьянитян в руки их, чтобы не возгордился Израиль предо мною и не сказал, моя рука спасла меня. Итак, провозгласи вслух народа и скажи, кто бы излив и робок, тот пусть возвратится и пойдет назад с горы Галаада. И возвратилось народа 22 тысячи, а 10 тысяч осталось. Понимаете, да? Было у вас 30, а 22 ушло. Следующее. И сказал Господь Гидеону, все еще много народа. Иди их к воде, там я выберу их тебе. О ком я скажу, пусть идет с тобою, тот и пусть идет с тобою. А о ком скажу тебе, не должен идти с тобою, тот пусть и не идет. Он привел народ к воде. И сказал Господь Гидеону, кто будет лакать воду языком своим, как лакает пес, того ставь особо, так же и тех всех, которые будут наклоняться на колени свои и бить. И было число лакавших ртом своим с руки 300 человек. Без же остальной народ наклонялся на колени свои и бить воду. И сказал Господь Гидеону, тремя стами лакавших я спасу вас и предам, мадеонитян, руки ваши, а весь народ пусть идет, каждый в свое место. Вы знаете, я бы не очень хотел оказаться на месте Гидеона в тот момент. У тебя было 30 тысяч человек, 22 тысячи ушли от страха домой. А потом Господь еще отправляет почти всех, и у тебя остается всего лишь 300. У меня было бы сильное искушение, наверное, переспросить, правильно ли я услышал. Может быть, наоборот, тех хотя бы оставить нужно. Потому что дальше мы читаем, в 7 главе 12 стихе, мадеонитяне же и амалькитяне и все жители Востока расположились на долине в таком множестве, как саранча. Верблюдам их не было числа, много было их, как песку на берегу морском. Вы представляете? Друзья, много их было, как песку на морском берегу. То есть, ты выходишь с этой жалкой кучкой людей, и ты понимаешь, что нет шансов. Маленький отряд оттуда просто отделится, и все. Без вариантов. Это смерть храбрых, причем безумная и вообще неоправданная с точки зрения какой-либо тактики, теории, войны или чего бы то ни было. Итак, когда мы читаем дальше о том, что там происходило, мы читаем о том, что Бог устроил все таким образом, что в стан мадеонитян пришел ужас и страх перед этими 300 человеками. И когда Бог дает план, дает план того, как можно принести панику в этот лагерь, и была огромная паника, и было огромное поражение, все это войско, оно было рассеяно. И никто не устоял. И Бог говорит, я сделал это специально для того, чтобы никто из людей не мог хвалиться, что моя мышца, моя сила, мой ум или моя тактика, она сделала эту победу. Никто в здравом уме не может приписать себе эту победу, только Господь. Итак, истории подобно этой повторялись снова и снова, снова и снова. Еще одна история, друзья, это Третья Царств, 20 глава, с 26 по 27 стих. По прошествии года Венадад собрал сириан и выставил кафеку, чтобы сразиться с Израилем. Собраны были и сыны Израилевы, и взяв продовольствие, пошли навстречу им, и расположили сыны Израилевы станом пред ними, как бы два небольшие стада коз, а сириане наполнили землю. Старый сценарий, мы видим это. И дальше мы читаем. И стояли станом одни против других 7 дней. В седьмой день началась битва. И сыны Израилевы поразили 100 тысяч пеших сириан в один день. Остальные убежали в город Афек. Там упала стена на остальных 27 тысяч человек. Просто вдумайтесь. Упала стена, мало того, что 100 тысяч они поразили, маленькая, как стадо коз, группа, армия. Упала стена 27 тысяч человек. Я не знаю, что это за стена, как ее строили, и почему она упала, и почему эти 27 тысяч под ней стояли. Но это произошло. Друзья, сила Господа, она является в немощных. Бог проявляется через нас. Мы очень часто смотрим на себя, как на тех, кто просто обречены жить в каком-то безбожном мире, меряясь тем, что происходило, как-то адаптивуясь, прогибаясь. Но Божьи планы, Божья мерила, Божья сила и мышца, она больше этого. Больше. Когда мы смотрим на современный Израиль, на этот кусочек земли, который окружен огромным количеством войск, огромным количеством людей, которые ненавидят Израиль, желают его уничтожить, мы понимаем, что на сегодняшний момент мы видим Израиль как страну, как нацию, не потому что у них хорошая медицина, не потому что у них хорошие войска, хорошие солдаты или еще что-то, но потому что Господь, Он поборает за свой народ. И вы знаете, что солдаты там, они не особо напрягаются, они просто служат, они любят свою страну. Не все из них верующие, далеко не все. Но есть Божье благоволение к этому народу на сегодняшний момент. Бог не убирает свою руку и дает им невероятные победы. Мы можем это увидеть в сражениях судного дня, в различных-различных тех победах, которые уже произошли. И это очень по Божьему характеру. Это очень ценится Господом. Он берет что-то малое и незаметное и показывает свою величию, величие и свою славу. Матфея 4 глава 30-32 стих говорит. «И сказал, чему подобим Царствие Божие, или какую притчу изобразим его? Оно, как зерно горчичное, которое, когда сеется в землю, есть меньше всех семян на земле, а когда посеяно, всходит и становится больше всех злаков, и пускает большие ветви, так что под тенью его могут укрываться птицы небесные». В этом природа царства. Бог сеет нечто малое, самое малое зерно горчичное. Он говорит, что потом оно станет большим, как дерево. И все птицы, они смогут укрываться под его тени. Бог посеял и шо? Бог посеял когда-то апостолов, его учеников, как маленькое зернышко. Это весть о царстве, которая началась с Израиля. И мы знаем, что на сегодняшний момент Евангелие, проповедь, она начала касаться всех народов земли. Друзья, и мы знаем, что в конечном Божьем плане, под этими ветвями благословения Божьего, будет огромное-огромное количество людей. Это так по-божьему. Взять что-то малое и сделать великое. Явить свою силу. Итак, мы смотрим дальше. 1 Коринфянам 1 глава 26 стих по 31. Посмотрите, братья, кто вы призванные? Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но Бог избрал немудрое миро, чтобы посрамить мудрых. И немощное миро избрал Бог, чтобы посрамить сильное. И незнатное миро, и уничиженное, и ничего незначащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее. Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. От Него и вы, Ишуа Мессии, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением. Чтобы было, как написано, хвалящийся, хвались Господа. Аллилуйя! Друзья, ханука – это праздник немощных и слабых людей. Ханука – это праздник людей, которые уповали на Бога и прилагали усилия для того, чтобы с мышцей Божьей свершать Божьи победы. Написано в Псалме 112, 5-6 стихе. Кто, как Господь, Бог наш, который обитает на высоте, преклоняется, чтобы презирать на небо и на землю, из праха подымает бедного, из брения возвышает нищего, чтобы посадить его с князьями, с князьями народа его, неплодную вселяет в дом матерью, радующуюся о детях. Кто, как Господь, участвует в вашей жизни? Итак, друзья, открывайте свои глаза, открывайте свои сердца, смотрите на свою жизнь с Божьей перспективы. Я могу быть Божьим инструментом. Я могу быть тем орудием, которое Господь может использовать для восстановления храма, для восстановления святости, для того, чтобы быть светом. Я могу быть помазан Господом, для того, чтобы участвовать в Его пробуждении. Неважно, насколько сложное время вокруг нас, неважно, насколько велика наша община или церковь, или вообще, насколько давно я верю в Господа, прочитал я всю Библию 10 раз и выучил ли все, то, что только нужно выучить. Не в этом дело, друзья, но дело в вере, дело в решении, дело в уповании на Бога, следовании за Ним, потому что Ханука, друзья, это праздник немощных, как мы говорили. И поэтому, друзья, нечем нам хвалиться, будем хвалиться Господу. Амин. Давайте мы встанем и помолимся все вместе. Слава Тебе, Боже, благословляем Твое имя, благодарим Тебя за Твое искупление, благодарим Тебя, Господь, что Ты берешь нас, Боже, вот эту кучку хвороста, Господь, и зажигаешь Твой огонь в наших жизнях, Бог. Благословляем Тебя, Царя Славы, благодарим Тебя, сильный Бог Израилев, благодарим Тебя, Боже, превозносим Твое имя. И я молюсь о том, чтобы в наших разумах Ты менял эти картины, эти ударения, Господь, чтобы мы начали смотреть на Себя, смотреть на Тебя, как на тех, кто, Боже, может быть и использован Тобою, Господь, как сосуды в Храме Твоем. Святой Израилев, мы Тебя благословляем, мы благодарны Тебе, благодарны Тебе, что Ты делаешь в нашей жизни. Благодарны Тебе, Господь, за то, что Ты делаешь в наших семьях, в наших домах. И я молюсь о том, чтобы вот эти огни хануки, они снова и снова напоминали нас о Твоих победах, Боже. Если мы позабывали все то, что Ты уже произвел, Господи, напомни нам, пожалуйста, напомни нам, Боже, чтобы мы помнили, Господь, что было, Бог, когда Ты шел с нами на стену, когда Ты шел с нами против врагов, мы благодарим Тебя, Святой Израилев. Благодарим за эту победу, благодарим за эту радость, благодарим за милости Твои, которые Ты оказываешь нам, которые Ты оказываешь Израилю. Боже, Израиль – это пример того, что Ты делаешь. Господь, это образец Божий. Ты берешь слабое и вдыхаешь Твою жизнь. Кто мы перед Твоим лицом, что Ты помнишь нас? Кто мы? Кто наш дом, Господь, что Ты обращаешь лицо к нам? И искупление Твое приходит в наши жизни. Кто мы, Господь? Ты любящий Бог. Ты милующий Бог. Все наши достоинства, они от Тебя. Все то, чем мы обладаем, это благословение от Тебя. Боже, это благодать и милость. Мы благодарим Тебя, Святой Израилю. Благодарим Тебя. Эй! Давайте похлопаем Ему, давайте воздадим Ему славу. А где наша группа прославления? Можно? Эй! Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Святой Израилю! Давайте еще помолимся. Сейчас споем вместе что-то, пока наши дети возвращаются с детского служения. Аллилуйя! 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Alleluia DimaTorzok 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 DimaTorzok